Анатолий Фирсов Анатолий Тарасов называл идеальной. Недаром он считался неоспоримым номером один в атакующей линии нашей сборной. Мало того, он входит в число избранных хоккеистов мира, которые одержали три победы на Олимпиадах. Это программа «Герои льда». Далее все самое интересное. Анатолий Фирсов Неизвестно, как бы развивалась его карьера дальше, если бы на Фирсова не обратил внимание Анатолий Тарасов, могущественный наставник ЦСКА. Анатолий Фирсов перешел в стан столичной команды и в первом же своем матче за новый клуб забросил две шайбы в ворота рижского «Динамо». Правда, в том сезоне ЦСКА в чемпионате СССР остался лишь на третьем месте, а чемпионом стал «Спартак». Не повезло тебе, Толя, подначивали спартаковцы бывшего партнера. Но Фирсов был уверен в себе и не сомневался, что его золото никуда не денется. Долго ждать успеха Анатолию не пришлось. За 12 лет в ЦСКА Анатолий Фирсов выиграл 9 золотых медалей чемпионата СССР, а на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы его улов составил 20 золотых медалей. На четырех чемпионатах мира Фирсова признавали лучшим бомбардиром, а на трех – лучшим нападающим. У форварда с юности было отличное видение льда, отменная реакция, но ему не хватало физических кондиций. Тренировки по системе Тарасова сделали из него настоящего атлета, а вкупе с другими качествами поистине универсального солдата. В отличие от многих партнеров, Фирсов отличался высокой дисциплинированностью и не перечил экспериментатору Тарасову. Фирсов, как никто другой, умел успешно реализовать революционные задумки своего тренера. По сей день в болельщицкой среде, когда заходит речь о Фирсове, вспоминают о его удивительном дриблинге и знаменитом финте «Конек-клюшка-конек», с помощью которого он оставлял в дураках даже самых маститых соперников. Говорят, что сам Фирсов подсмотрел прием у какого-то иностранного игрока, однако легендарным этот финн стал именно благодаря советскому форварду. Добрая половина историй о Фирсове связана с его уникальным щелчком. Форвард бросал шайбу так, что трещали борта и головы соперников. Причем отнюдь не в переносном, а в прямом смысле. Однажды в матче с крыльями советов Фирсов запустил шайбу так, что она разбила шлем вратарю Александру Сидельникову и рассекла ему лоб. Вратаря прямо с арены увезли в бессознательном состоянии в больницу. По счастью, для него все обошлось благополучно, а знаменитый чешский вратарь Цзурилла вздрагивал и съеживался при одном замахе советского форварда. Но главная легенда о щелчке Фирсова связана с матчем СССР-Канада на чемпионате мира 1967 года. В этой игре чудеса творил канадский вратарь Сет Мартин, отражавший все броски советских хоккеистов. После очередной сыгранной смены Фирсов, не глядя, с середины площадки бросил шайбу в сторону канадских ворот и поехал на смену. А через секунду не мог понять, отчего на него навалились куча малой все партнеры по сборной. Шайба, пущенная форвардом наугад, оказалась в воротах потрясенного Мартина. Этот гол внес в игру перелом. Сборная СССР победила и в очередной раз стала чемпионом мира. Анатолий Фирсов был одним из немногих хоккеистов на планете, кому удалось попробовать себя в роли полузащитника. Такого игрового амплуа в хоккее нет и по сей день. Однако экспериментатор Анатолий Тарасов придумал его в 60-х, назвав такое игровое построение системой. Мотором системы его ключевой фигурой был именно Анатолий Фирсов. Потом оказалось, что система успешно работает только тогда, когда в роли полузащитника выступает такой универсал, как Фирсов. И Тарасовскую идею забыли. Случился в жизни Анатолия Фирсова и кинематографический опыт. В 1971 году на экраны страны вышел фильм режиссера Ларисы Шепитько под названием «Ты и я». В фильм вошли фрагменты матча СССР-Швеция, проходившего в рамках чемпионата мира, а также постановочные сцены, в которых был задействован Анатолий Фирсов как актер. Анатолий Фирсов не меняет свои силы. Он всегда в движении. Он изменил несколько... Фирсов побеждал со сборной СССР на Олимпиадах в Инсбруке. 64-го, Гренобле 68-го и Саппора в 1972 годах. В японском Саппоро Фирсов блистал в тройке с Валерием Харламовым и Владимиром Викуловым, а спустя месяц был исключен из сборной. Причиной стала смена главных тренеров Аркадия Чернышова и Анатолия Тарасова на все Волода Боброва, который в своем составе Фирсова не видел. Для Анатолия это было сильным ударом. Находившийся в отличной форме хоккеист через год завершил карьеру. Осенью 1972 года, когда сборная СССР впервые встретилась с канадскими профессионалами, заокеанские репортеры недоумевали, почему в составе русских не играет Фирсов. В Канаде его прекрасно знали и уважали, а боссы клуба Montreal Canadiens даже предлагали контракт. Но убегать из СССР Фирсов не собирался, а получить разрешение у советского руководства было делом нереальным. Что же до суперсерии 1972 года, то вполне возможно, что для общей победы над канадцами сборной СССР как раз и не хватало Фирсова. Всего неподражаемым дриблингом и чудо-броском. После окончания карьеры игрока Анатолий Фирсов работал тренером в ЦСКА, но великим наставником не стал. Фирсову тренеру не хватало жесткости. Зато он был отличным детским тренером, который много лет занимался с мальчишками в спортшколе ЦСКА, руководил вместе с Анатолием Тарасовым детским турниром «Золотая шайба». А завершить выпуск, посвященный выдающемуся хоккеисту, хотелось одним интересным фактом. В августе 2000 года один из крупнейших алмазов, когда-либо найденных в России массой в 181,59 карат, получил название «Хоккеист Анатолий Фирсов». Но подлинным алмазом был сам Фирсов – великолепным алмазом в короне советского хоккея. Это была программа «Герои льда». В следующем выпуске мы вспомним советского нападающего Александра Мальцева, который посвятил 17 лет своей спортивной карьеры московскому «Динамо». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова